Знание раскроется тогда, когда мы будем уходить от персональности. Почему именно при раскрытии знания исчезает страдание? Знания снаружи никто не может определить. Как определить, чье знание достоверное? Как это интересно, когда появляется способность сновидеть эту реальность, когда происходит видение в то же самое время самоосознавания, такое присутствие здесь, сейчас, присутствие как сознание, тогда этот мир действительно воспринимается как удивительный какой-то трюк. И люди или животные, ну то, что двигается, ну даже растения, но они в меньшей степени, вот именно то, что кажется как субъекты независимые, да, а они начинают восприниматься как, когда мы спим и видим сон, там же идет действие. И вот здесь точно так же, как синематограф, то есть вот будто бы фильм идет, но там нет за ними субъективности такой, что они вот отдельные. Они просто двигаются как в кинематографе, меняются. Но вот этот сгусток энергетический, который проявляется как тело, это все то же сознание, которое спит и видит через тот сновидимый персонаж целый мир. Сейчас, когда я как сознание разговариваю с вами как сознанием, но при этом я как сознание вижу через это тело, через вот этот сгусток энергии, через вот эту силу сна, отождествление за всеми тенденциями ума. Я вижу определенный сон. Наши сны пересекаются лишь на какое-то время, а дальше, даже сегодня в течение дня, ну в течение суток, дальше мы расходимся. И даже вы, живущие здесь, вы расходитесь по разным комнатам, и у вас, у каждого какое-то сознание видит свое сновидение. Сознание едино, но вот эта множественность, это как вот голографический принцип. Часть содержит информацию о целом. Планета Земля круглая, Солнце круглое, то есть как бы формы повторяют друг друга. Вот то, что сознание может так как бы иллюзорно множиться, и в этой множественности как будто бы размножаться, но оставаясь при этом единым, оно единое, оно видит очень много разных снов, очень много, бесчисленное количество миров. И ведь это уму непостижимо. Эти космические телескопы, Хаббл, которые смотрят в космос, пытаются узреть, что там. Но мне кажется, это так смешно, когда вот муравьи со своего муравейника выставляют телескоп и пытаются изучить Землю. И, естественно, они выхватывают какой-то обрывок картины, начинают анализировать, делать выводы и говорить о том, что Земля, она вот такая, ну, то есть вот с уровня своих возможностей. И сознание едино, но когда мы видим любого персонажа, в нём оно засыпает, видит сон. Пока оно спит, оно не знает, что оно спит. Оно реализует программу сценарий, который заложен в этом персонаже через генетику, через душу. Очень много разных сюжетов. И вот мы знаем, что сознание в человеке отличается от сознания в животных тем, что сознание человека способно к самопознанию. Это самопознание, оно тоже бывает разной степени. Какое знание узнаёт это сознание себе? Много разных способов, много концепций, теорий. Как определить, чьё знание достоверное? Вот есть ченнелинг, когда какую-то информацию получают, и говорят, это знание из самых высоких достоверных источников. Ченнелинг, да? То есть вот как бы налаживают канал связи. Это знание из тонких источников. Кто как констатирует. И это действительно такая загадка. А кто знает на самом деле? Просветлённый мастер вещает, он что-то знает. Знание снаружи никто не может определить. То есть знание определяется только из самого себя. Поэтому само знание, оно не передаётся. Вот если говорят ченнелинг, передаёт знание, да? То есть это информация, направляющая к знанию, наверное. То есть всегда есть информация, направляющая к знанию. Но знание, оно не передаётся каким-то образом. Это, если что-то передаётся, то это передаётся информация, направляющая к знанию. А само знание раскрывается внутри самого сознания. Это знание невозможно передать. Есть же такая притча, что люди долгое время жили за высоким забором и не знали, что там за этим забором. И, в общем-то, как-то они собрались, построили очень высокую лестницу. Нашелся парень-сменчак, который сказал, да, я полезу туда наверх. И, в общем, лестница была невероятно высокая. И парню удалось забраться на верхушку этой лестницы и, наконец-таки, увидеть, что там за забором. Но в этот самый момент он потерял равновесие и упал вниз. И когда он очнулся, все стали его спрашивать, ну что же, что же ты там видел? А оказалось, что при падении парень потерял способность говорить. То он ударился и потерял способность говорить. И он один знал, что там, но рассказать никому не мог. И точно так же я могу сказать, что во мне раскрылось определенное знание, во мне сознание, но рассказать я его не могу. Я его не могу ни рассказать, ни показать. Я могу только создать условия. Видите, это тоже попытка, ничего не гарантирующая. Потому что, видите, в моем случае это сработало таким образом. В другом случае там, может быть, оно сработает по-другому. Но это попытка, при которой можно только приблизить вот это сознание к тому, чтобы в нем самом раскрылось знание. И это общеизвестно. И это Лао Цзи писал в своем трактате, Дао Цзи Цзин, что та правда, которая сказана, это неправда. Ну, истина, да, имеется в виду, в смысле истина. То, что сказано, это уже не то. Ну, а как можно показать, как можно? Это только такой вот, получается, интимный внутренний процесс, который раскрывается только самому сознанию. Только в самом сознании. И получается, что каждый из нас сейчас, как множественность, является отождествленным с умом сознанием. Но с умом отождествилось вот это сознание. Сознание. И оно едино у всех. Но оно, отождествившись с индивидуальностью, воспринимается как индивидуальное, и оно сужается до индивидуальности. Сужается сознание, да? И вот в момент, когда происходит расширение сознания, оно обретает знание. И здесь можно только направить вот это индивидуальное сознание на то, чтобы оно расширялось. И в этом расширении оно однажды сможет обрести знание. Знание, если оно появилось, вот как это, просветление, да? Почему это не состояние? Просветление — это знание, да? Вот раскрывается знание. Почему невозможно никак повлиять на это знание? Это не состояние. Это вот если знание, оно раскрылось, оно сияет, оно есть. Знание. То есть это не временное что-то. Это не временное. Потому что любое состояние, мы говорили, что это временное. То есть знание — это не хорошее настроение. Это не, ну, даже, может сказать, здоровье. Да, и вот почему именно при раскрытии знания исчезает страдание? Потому что, по сути, весь поиск духовного развития, он связан с тем, что у вот этого индивидуального сознания оно начинает замечать страдание. И только поэтому начинается поиск определенный, да? И вот почему только знание останавливает страдание? Только знание останавливает страдание. Почему всё до того... Если страдание продолжает, значит, знание не раскрыто ещё, не раскрыто. Если сознание страдает как индивидуальное сознание, как персонаж, значит, знание ещё не раскрыто. Значит, вот широта сознания ещё не достигнута до такой степени, до той степени, при которой раскрывается вот это знание. Но знание однозначно раскрывается, если сознание расширяется. То есть расширение сознания связано с потерей индивидуальности, ну, то есть вот этой эгоистичности, направленности на себя, как на тело, как на личность. И поэтому можно предполагать, что знание раскроется тогда, когда мы будем уходить от персональности, будем развивать в себе более широкое восприятие себя. Но как это сделать? Есть определённые инструменты, уже известные. И мы говорили с вами, что духовный путь развития, он по возрасту равняется времени существования человечества. Путей очень много известно. Причём тех, кто расширяли своё сознание и приходили к знанию, они были всегда, и они оставляли каждый, ну, практически каждый, своё учение, которое, в общем-то, в какой-то степени отражало их путь прихода к этому знанию. Вот из этого знания они рассказывали, как они видят, как можно прийти к этому знанию, как можно, какими способами, путями можно прийти к этому знанию. Очень сложно, на самом деле, вот когда уже ближе подходишь к этому знанию, удерживать фокус, ну, или вот концентрировать внимание на пути и на том, чтобы продолжать следовать этому пути расширения сознания. Потому что знание — это такая вещь, которая не раскрывается, вот, это как вот цветок, который раскрывается, но он же не раскрывается прям сразу, вот так вот. Знание тоже не раскрывается сразу. Знание раскрывается как цветок, ну, и, по сути, расширение сознания тоже происходит вот одновременно. И при продолжающемся раскрытии знания, знание просто укрепляет себя же. Но оно продолжает, видите, сознание, оно безграничное, вот как можно сказать, когда оно достигнет такого момента, когда оно расширится до полного расширения при наличии тела. Разве такое возможно? Потому что наличие тела уже говорит о том, что максимального расширения достичь невозможно, пока есть тело. Видимо, пока есть тело, можно только готовиться к тому, чтобы в тот момент, когда тело отбрасывается, достичь максимального расширения. Поскольку, видите, это понятно, почему йоги, которые обретали знания, они уединялись, уходили, практически тела как будто бы не было, то есть они существовали как вот это расширенное сознание. И тем не менее, пока тело было, они все равно ограничены, потому что связь с телом еще есть, но известны же даже такие йоги вот у нас в России, в Бурятии, то, что монах сел в медитацию, его тело как бы было уже как мумия, но он был живой, то есть подтвердили, что это он был живой, он был в медитации. То есть, понимаете, это вот среди нас множественности такой степени пробужденное сознание, знание, такой степени пробужденности знания. Продолжение следует...